Жители Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму. В 2014 году мужчина сменил украинский паспорт на российский. Он призывал к насильственным действиям в отношении всех россиян и представителей органов власти. Сейчас он уже отбывает наказание. Его приговорили к четырем годам колонии. Это первый известный случай лишения приобретенного паспорта России после того, как весной Владимир Путин подписал соответствующий закон. Подобные законы сейчас существуют во многих странах. Одними из первых приобретенного гражданства начали лишать в США. В течение многих лет Департамент юстиции сосредотачил свои усилия на лишении гражданства иммигрантов, подозреваемых в военных преступлениях, которые лгали своих иммиграционных документов. В первую очередь это бывшие нацисты. В 60-х и 50-х годах гражданство лишали преимущественно коммунистов. В феврале 2020 года Департамент юстиции объявил о создании отдела по денатурализации. Для него была разработана отдельная законодательная база. Она достаточно сложная и запутанная и допускает свободные трактования. Большое спасибо. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на канал и нажимайте на канал и нажимайте на канал и нажимайте на канал. Подписывайтесь на канал и нажимайте на канал. Продолжение следует...